Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета региона за первое полугодие 2019 года составили 134 миллиарда рублей, что на 5,5 миллиардов выше аналогичного периода прошлого года. Как уточнили в Минфине, в местном бюджете налоговые и неналоговые доходы поступили в сумме 29 миллиардов рублей, что на 5,3 миллиарда выше уровня аналогичного периода прошлого года. Это стало возможным в том числе благодаря увеличению норматива в отчислении в местные бюджеты от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, доходов от акцизов на нефтепродукты и в связи с передачей в местные бюджеты акцизов на пиво. Поступление неналоговых доходов в консолидированный бюджет региона в первом полугодии увеличился на 0,7 миллиарда рублей и составил 7,1 миллиарда. В том числе это поступление в казну доходов от размещения средств областного бюджета на банковских депозитах, поступление в местные бюджеты от использования и продажи имущества в результате погашения задолженности по арендным платежам за земельные участки и увеличение количества заключенных договоров купли-продажи муниципального имущества. Напомним, по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева в регионе реализуются мероприятия дорожной карты по повышению доходного потенциала региона на 2019-2021 годы, что позволило уже в первом полугодии обеспечить поступление в консолидированный бюджет региона в размере 5,2 миллиарда рублей. От налоговых поступлений в бюджет Артемовского городского округа напрямую зависит реализация национальных и региональных проектов на территории муниципалитета. Естественно, что основными источниками этих поступлений являются крупные предприятия, работающие в различных сферах. Для того, чтобы они появлялись и развивались на нашей территории, необходим благоприятный инвестиционный климат, обеспечить который задача местных властей.